В начале осени остается много некондиционных овощей. Каких-то много, каких-то совсем мало. Все хочется пристроить в дело. Выручит рецепт кабачковой икры зернистая. Просто и доступно. Этот рецепт удобен еще тем, что если нет какого-то ингредиента, его вполне можно заменить тем, что есть в наличии. Только количество кабачков не рекомендуется затрагивать. Соль и сахар я добавила по своему вкусу, вы же регулируйте по своему. Кабачки – 450-480 грамм. Морковь – 150-200 грамм. Перец болгарский – 150 грамм. Помидоры – 250-280 грамм. Лук репчатый – 200-250 грамм. Соль 1,1,5 столовой ложки. Сахар 1 столовая ложка. Уксусная эссенция 0,75 столовой ложки, 70%. Перец черный, по вкусу молотый. Масло растительное, 1 столовый икон, стакан объемом 200 миллилитров. Количество порций, 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Очистите лук, измельчите его в блендере. Но не в кашицу, а чтобы чувствовались кусочки. В сковороде разогрейте половину стакана растительного масла. Выложите лук, обжарьте до мягкости, помешивая. Очистите кабачки от кожуры. Измельчите в блендере в мелкую крупку. В кастрюле с толстым дном разогрейте оставшуюся половину стакана растительного масла. Выложите измельченные кабачки. С момента закипания варите 10 минут. Измельчите в блендере морковь. Также должны чувствоваться мелкие кусочки. Переложите ее к луку. Обжаривайте, помешивая до мягкости моркови. Измельчите в крупку болгарский перец. Добавьте к моркови с луком и обжарьте еще 10 минут, помешивая. Измельчите в блендере помидоры, добавьте к кабачкам. Перемешайте. Проварите 10 минут. После добавьте обжаренный лук, морковь и перец в кабачковую помидорную массу. Добавьте сахар, соль. Перемешайте. Закройте крышкой и на малом огне, с момента закипания, варите 40 минут. За 5 минут до окончания процесса варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте. Крышкой не закрывайте и доваривайте до окончания времени. Горячую икру разложите в чистые стерилизованные банки. Закройте герметично банки, переверните на бок и уберите под шубу для медленного остывания. Из указанного количества ингредиентов получилось один баночка объемом 0,9 литра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...